Кругосветка без кошелька. Психолог из Омска Александр Удалов целый год путешествовал по планете в качестве эксперимента без денег, телефона и знания языков и намеченного маршрута. О своих приключениях и цели путешествия он рассказал Волокжанам. С заграниченными историями Александр поделился и с нашей съемочной группой. Мой автостоп продолжается и я двигаюсь сейчас по Новой Зеландии. Это кадр из видеоблога Александра Удалова. Я человек мира, так он себя называет после совершенной им кругосветки. Александр родом из Омска, по образованию психолог. Работая со своими клиентами, стал часто задумываться о бессознательных страхах, которые мешают людям. Это путешествие не имело цели посмотреть мир. Это был психологический эксперимент. Сам Александр объект исследования, предмет природа страха. С точки зрения психологии я подумал, что вызывает страх больше всего. Я нашел несколько составляющих. Составляющие какие? Это значит деньги. Мы боимся, когда остаемся без денег. Коммуникация, если мы не знаем языка. Вещи. Дождик пошел, быстрее зонтик. Темно стало, мы вот свет включили. И четвертое – это наша плановость и маршрутность. Мы утром встаем, мы знаем, куда мы пойдем, где мы будем вечером ночевать. Я убрал эти четыре составляющие. Александр сделал необходимые визы и вышел на дорогу. Передвигался исключительно автостопом, где-то даже морестопом. До этого он не путешествовал вообще, а таким способом и подавно. В июле 2013-го был дан старт его путешествию длиной около года. Машина остановилась. Я подхожу и думаю, ой, елки-палки, что-то с ним там сейчас надо говорить. Он мне такой говорит, садись. Первым моим попутчиком был преподаватель ОБЖ с Омской области. Сначала Россия, потом страны Европы, Америка, Океания, Австралия, Азия и вновь Россия. Он пересек каждый меридиан и два раза экватор по всем правилам кругосветного путешествия. Александр рассказывает, что этот эксперимент во многом его изменил. Например, его перестали волновать какие-то мелочи. Пришло понимание, что не в деньгах счастье. А еще он стал много ездить по стране с выступлениями. Встречу в Вологде организовал Вячеслав Горьев. Месяц назад ученый останавливался у него через каучсерфинг. Международный сайт по поиску ночлега для путешественников. Я узнал, что Саша в последнее время занимается тем, что пишет свою книгу. И часто ездит в различные города. Его приглашают просто побеседовать с публикой, рассказать о своем путешествии, почему он поехал, зачем и как это все было. И я ему просто предложил, может быть, у него будет желание вернуться в Вологду. Он сказал, конечно. Участники встречи буквально завалили спикера вопросами. Как отнеслась к этой авантюре семья? Какие вещи брал с собой? Где ночевал? А спать приходилось и в лесу, и под дождем, и убегать ночью от кабанов. Несмотря на такой экстрим, эксперимент прошел успешно. А совет будущим путешественникам Александр дает только один. Это нужно внутреннее состояние сонастроенности. Мое, не мое. Если мое, то мы отправляемся в путь. И если это мое, и мы отправляемся в путь, то самое главное, это прийти в состояние открытости и доверия к миру. Все, что происходило со мной в пути, я считаю, положительного, положительное только и происходило, это было благодаря тому, что я всегда говорил, да, мир, вот я открыт тебе. Сейчас по следам своего путешествия Александр пишет кандидатскую диссертацию. По просьбам многочисленных подписчиков в соцсетях на основе научной работы появится и книга о том, как отбросить страхи и решиться на то, что всегда боялся делать. Татьяна Колосова, Николай Замараев, Новости Вологды. Татьяна Колосова, Николай Замараев.